Здравствуйте, уважаемые студенты! Начнем урок лекции по предмету информационно-коммуникационной технологии в сельском хозяйстве. Я преподаватель кафедры информационных технологий и математики Буранова Длифузухана Нваровна. Тема нашего урока – базы данных и технологии больших данных Big Data. План нашего урока – что такое Big Data? Второе – интернет и мобильные технологии. Третий план – основные технологии анализа Big Data. Четвертый – самые продвинутые отрасли Big Data. Big Data – это, можно сказать, это революция в области хранения и обработки данных. Что же такое Big Data? Big Data – это наборы данных такого объема, так традиционные инструменты не способны осуществлять их захват, управление и обработку за приемлемые для практики время. Технологии Big Data предоставляют услуги, помогающие разрыть коммерческий потенциал мегамассивов данных за счет поиска ценных закономерностей и фактов путем объединения и анализа больших объемов данных. В качестве определяющих характеристик для больших данных выделяют 3В. Здесь мы можем увидеть, как Big Data – это реальные большие объемы данных в физическом смысле и слабо инструктурованные и разнородные данные, необходимость с высокой скоростью обработки данных, как гигабайт, терабайт, петабайт и так далее. Интернет и мобильные технологии. На сегодняшний день мы не можем себе позволять своих времени без интернета и без мобильных технологий, как Twitter, Facebook, Google и Waltman – это объем данных, переданных и полученных на мобильные устройства. Основные технологии анализа Big Data. Основные технологии – это MapReduc, Nadoop, NoSQL – это основные технологии анализа Big Data, как разработанные средствами языка SQL и программированных или прикладных программ, как SUBD, системы управления базой данных. Методы анализа используемых Big Data. Уникальность подхода больших данных заключается в агрегировании огромного объема неструктурированной информации из разных источников в одном месте. Классификация, кластерный анализ, регрессионный анализ, рекомендательные системы и искусственные нейронные сети, в том числе генетические алгоритмы. Способы повышения производительности – это оборудование, базы данных, аналитическая платформа, исходная информация и алгоритмы. Производительность при обработке больших объемов данных можно повысить из этих способов. Комбинирование моделей – это, пропуская через сито модели, можно отсеивать информацию для анализа которой бесполезны сложные алгоритмы. Для этих данных можно применять простые и быстрые методы, как сложные джем-модели использовать там, где это имеет смысл, как жесткое правило – высокая прозрительность и простая модель – это средняя производительность и сложная модель – это низкая производительность и результат аналитической обработки. Параллельная обработка – это очень часто оптимальной стратегией анализа является не разработка одной сложной модели, а построение нескольких моделей на разных сегментах данных и последующие объединения их результатов. Это исходные данные и результат аналитической обработки. Репрезентативные выборки. Для обработки больших объемов данных нет необходимости перерабатывать всю информацию. Модели можно строить на относительно небольших выборках, а затем применять их ко всему множеству, как исходные данные, репрезентативные выборки, построение модели, применение модели и результат. Самые продвинутые отрасли биктат – это маркетинг, финансы и медицина. Маркетинг – это как сегментация рынка, моделирование приобретения и оттока клиентов, рекомендательные системы и анализ социальных медиа. А финансы – это детектирование аномального поведения, анализ кредитных рисков и страховое моделирование. А в медицине – это генетический анализ, анализ клинических испытаний и экспертные системы. На этом наш лекционное занятие окончился. Спасибо за внимание. До следующих уроков. Подписывайтесь на наш лекционер. Продолжение следует...